Кавказская война Экспозицию можно будет посмотреть до 11 июня В каждой работе чувствуется душа и изделие как живое Выставка ювелирных украшений художника-ювелира Мурата Салпагарова прошла в СПГ Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Крачева, Черкесия Сегодня в Черкесске на Аллее славы вспоминали советского и российского военного летчика Героя России Канамата Баташева Депутатский корпус Карачева-Черкесии во главе с председателем Народного собрания Александром Ивановым Возложили цветы к бьюсту героя России Он был установлен в память о погибшем участнике СВО 22 мая 2022 года Выполняя боевую задачу по поражению назначенных целей Канамат Баташев уже в воздухе получил информацию о том, что превосходящие силы неонацистов Заблокировали одну из штурмовых групп наших войск Не раздумивая, летчик принял решение помочь бойцам, попавшим в окружение Он спас ребят, но сам погиб К званию Героя России был представлен посмертно Сегодня Канамата Ахусеевича вспоминали с чувством гордости Земля, современник прославил республику, прославил свой народ Всех нас показал подрастающим поколением Да и не только Такой яркий жизненный путь, который закончился подвигом И за что президент России летчику Баташеву присвоил звание Героя России Ну так, конечно же, раньше мы таких героев изучали, их судьбы и подвиги Это были герои Великой Отечественной войны А сегодня, в настоящее время, человек, который жил рядом с нами Которого знают наши земляки, семья, близкие сегодня рядом с нами Этот человек, на самом деле, продемонстрировал настолько сильную любовь к Родине Сегодня на родительском доме Канамата Баташева в ауле Новая Циберда Открыли мемориальную доску Подробный репортаж смотрите в нашем итоговом выпуске Вестей в 21.05 О жизни героя и его бессмертном подвиге смотрите в специальном репортаже Мадины Каракетовой Канамат Баташев родился в ауле Нижняя Циберда Был третьим ребенком в большой семье Хусея и Луазы Баташевых В среде сверстников его отличала любознательность, стремление учиться и завтра быть лучше, чем сегодня Нередко поступал совсем по-взрослому Одна из его одноклассниц вспоминает один эпизод, как ничто лучше, характеризующий Канамата Баташева Зима, остановка, несколько детей изрядно замерзших, которые не могут уехать в школу Останавливается проходящий автобус, но он почти до отказа заполнен Канамат буквально впихивает туда всех детей на остановке, а сам остается Все, кто знает Канамата Баташева, говорят также о его безудержной смелости Он с самого детства не умел отступать перед опасностью Тогда я его знал, хорошо знал Он в детстве тоже такой же был, порядочный, честный, безотказный Всегда мог прийти на помощь Даже про его смелость и отвагу можно двумя словами сказать Он бурную реку горную, тебе да Когда падка и период, она в уровень критический был уровень Переплывал туда и обратно, когда был еще школьником Таких трюков было множество Нет, это не было неким безумством смельчака Это была подготовка к военной службе, тренировка тела и силы духа Канамат с детства мечтал о службе в морском флоте И упорно шел к этой своей мечте со школьной скамьи Когда он, закончив практически похвальный грамот с отличием школу Имея в соответствии разряды по спорту Поехал поступать в мореходное училище Высшее военно-мореходное, Нахимовское Это самое престижное в то время, в советское время было училище И ему не хватило буквально нескольких баллов, чтобы пройти конкурс Потому что на одно место было 12 человек Но он не сломался, не сдался Он, когда я с ним разговаривал, он мне сказал так Я все равно поступлю, не сейчас, а через год И поступив в мореходную школу годичную Готовили техников для гражданского флота Закончив его с отличием, уже без конкурса поступил в высшее военное училище В письме отцу Канамат Восторженный сообщил, что отныне он курсант Андрейского высшего военного авиационного училища летчиков имени Комарова А в ответном письме отец писал, что он может быть кем угодно Моряком, дворником, летчиком, такелажником Но он должен быть лучшим Канаматы был лучшим, что студентом, что летчиком Симпатичный Парнишка молодой, красивый Чего-то немного менжуется Дает мне нарисованный район полетов Я говорю, ну это, говорю, нарисовать можно скопировать где-то Вот доска, вот на доске, говорю, рисуй, говорю, схему входа-выхода на аэродром Вот, уход на полигон Вот, он на память все это быстро нарисовал Я посмотрел на удивление, думаю, это первый человек, который действительно так заполнил Все, и нарисовал без всяких ошибок Я сразу же расписал ему допуск полета Он вышел, и впоследствии он всегда вспоминал, говорит Когда шел ко мне сдавать зачеты Мне, говорит, сказали, что у Саранченкова, говорит, с первого раза никто еще зачеты не сдавал А он сдал с первого раза Карьера Канамата Баташева была стремительной Он освоил семь типов самолетов Налетел более двух с половиной тысяч часов Командовал полком Переквалифицировался в летчика-снайпера Дослужился до звания генерал-майора На его счету тысячи прыжков с парашюта У Баташева есть то, чему может научить только Господь Бог Говорили о нем сослуживцы Особенно после того, как он еще будучи совсем молодым летчиком Несмотря на приказ командира немедленно катапультироваться Сумел успешно посадить самолет, у которого при заходе на посадку отказали шасси Канамат Баташев награжден медалью за боевые заслуги Медалью за военные заслуги В его копилке еще более десяти ведомственных наград Минобороны СССР и России Звание генерала, хоть и было заветным Но закрывало небо для Канамата Баташева Он мог сесть за штурвал только по особому распоряжению В 2012 году Канамат Баташев, нарушив устав, все же сел за штурвал на учениях в Карелии Это стало его роковой ошибкой Сушка разбилась, а Канамат был осужден на 4 года условно и на 5 миллионов, которые он исправно выплачивал государству, будучи уже на пенсии Но в числе первых откликнулся на зов Родины, когда была объявлена специальная военная операция на Украине Ему уже было 62 года, когда он снова сел за штурвал Су-25 Он успешно выполнял задачи по поражению назначенных целей, поставленные командованием Своей дерзостью шокировал противника Действуя на сверхмалой высоте 10-15 метров Его штурмовик лавировал между многоэтажек на скорости более 700 км в час Выезжая на задание, выполнив это задание, когда возвращался с задания Он между пятиэтажными домами вылетал по той простой причине, чтобы не попасть под обстрел под радаром И много случаев таких у него было Друзья его шутили даже, да Канамат даже на красный свет светофора пролетит Но вылет, совершенный 22 мая 2022 года, стал для генерала-майора Баташева последним Он уже возвращался с задания, когда получил сигнал о помощи Группа российских военных подпопасно и попала в окружение Канамат Баташев не раздумывал, направляя свой штурмовик на неонацистов Он знал о наличии ПВО и о возможных для себя последствиях О Канамате Баташевой снят фильм «Крылья» студии Кубань кино Авторы как нельзя лучше сумели передать подвиг настоящего патриота и мужчины Прогласили в Краснодар кино Надо было видеть, как про него отзывались его сослуживцы Честное слово, я трижды посудил слезу там Там в зале плакали, и курсанты были, Краснодарское училище, авиаучилище И люди в возрасте, смотрев этот фильм Это образец, эталон мужества Фильм настолько тронул зрителей, что его перевели на арабский язык В интервью одному из федеральных изданий на вопрос корреспондента «Что такое родина?» Канамат Баташев ответил, что это то место, куда обязательно нужно вернуться Он вернулся, но уже навсегда Родина высоко оценила подвиг генерал-майора Канамата Баташева Посмертно ему было присвоено звание «Герой России» Своим поступком Канамат Баташев еще раз доказал свою безграничную преданность России Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачаево-Черкесия Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил в своем официальном телеграм-канале Что на ВДНХ, на международной выставке в форуме «Россия» Начал работу фестиваль цветов «Будущее в цветах» Более подготовлены 89 клумб всех регионов страны Более 100 миллионов цветов Свыше сотни цветочных экспозиций Уникальные флористические арт-объекты Экспозиция от нашей республики «Приглашение в Карачаево-Черкесию» В первую очередь отображает многообразие флоры региона Композиция насыщена яркой палитрой и созвучна с местным колоритом Дополнена главным декоративным элементом скульптуры Хамзата Крамшамхалова Приглашение, ставшее символом открытости и приветливости Гостеприимство, визитная карточка народов Карачаево-Черкесии Цветник отражает природу региона, приглашает свои теплые объятия Камни-горы, как символ защиты и опоры Теплая зелень, уют родного дома, цветы, чистота и скромность Также в мастерской «Будущее в цветах» можно увидеть лучшие достижения российских селекционеров В картинной галереи Черкеска состоялось открытие выставки Посвященной 160-летию окончания Кавказской войны Это проект Национального музея Республики Адыгея Экспозицию уже оценили первые посетители В чем ее уникальность, расскажет Дарья Тендит Поэтичное название выставки не может не привлечь внимание любителей истории Она богата уникальными музейными экспонатами, которые являются частью культурного наследия народа и всей страны Предметы раскрывают характер и этапы формирования адыгского этноса Традиции, обычаи и культуру Отражая археологические эпохи и историю эволюции воинского и конского снаряжения А также холодного и огнестрельного оружия Во-первых, очень важно для любого поколения людей, молодежи, взрослых людей Поскольку мы должны помнить ту культуру, которая осталась И самое главное – сохранять ее, передавать будущим поколениям На территории исторической Адыгеи происходила эволюция адыгского клинкового оружия От кинжала до черкесской шашки Дух свободы и независимости, стремление к славе и предпочтение смерти, бесславной жизни Составные элементы рыцарской культуры С 1925 года постепенно, на протяжении 100 лет Что-то собирали в экспедициях археологических, этнографических Что-то закупали, что-то нам передавали То есть это очень длительный процесс, трудоемкий, как в любом музее Вещи на 90% подлинные, особенно археология, этнография Церемония открытия проходила в торжественной обстановке Говорили о народе, о ценности и наглядности экспонатов С приветственным словом ко всем обратился министр культуры республики Он отметил, что проведение выставки – новый шаг к изучению многогранной И самобытной культуры народов Северного Кавказа Сделали нам такой действительно редкий и очень ценный подарок Не каждый музей готов из своих запасников сокровища, которым больше тысячи, двух тысяч Почти три тысячи лет направить в другой регион И то, что сегодня эти экспонаты здесь, для нас это знак и братского отношения, и уважения То, что мы видим здесь, это уникально Поэтому спасибо за ваш подарок нам Сотрудники Национального музея Республики Адыгея провели для первых посетителей экскурсии Рассказывая про каждый предмет На выставке побывали всадники шухасы Они не понаслышке знают о представленных музейных экспонатах Удивительно то, что такие изделия, как здесь мы наблюдаем, черкесское седло Оно возрастом несколько столетий так отлично сохранилось Но мы сегодня ими же владеем, пользуемся Смотришь и восхищаешься Очень нравится Это прям все необычно Я даже удивлен, что столько всего Напишу всем, чтобы сюда приходили и посмотрели, изучили культуру своего народа Выставка Адыге «Рыцари-всадники войны» продлится до 11 июня Дарья Тендит, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия На базе факультета дизайна и лингвистики Северокавказской государственной академии Открылась персональная выставка члена Союза дизайнеров Творческого союза художников России Художника-ювелира Мурата Салпогарова Изделия мастера по-настоящему уникальны Многие из них передают восточный и кавказский колорит Ректор вуза Руслан Качкаров отметил, что такие мероприятия очень важны для студентов Будущих творцов красоты и эстетики Мурат Салпогаров придерживается традиционного подхода к работе Он не использует компьютерные технологии, поскольку считает, что в ручной работе чувствуется душа Украшения, сделанные руками, как будто выглядят живыми, признается ювелир Что мир у нас сегодня, женский мир Конечно, боготворит вот таких художников, дизайнеров, ювелиров Потому что ни одна женщина без украшений Ну не выйдет она никуда, не имея что-то такое особенное Особенное это он дает, не штамповка Он сначала прорисовывает это все Вот видите, здесь рисунок у нас внизу Потом идет работа его Я хочу сказать, эти работы, которые сегодня знают у нас Именно в Карачае-Джеркесе, конечно, уже знают Исполнилось 10 лет со дня открытия многофункционального центра Остается неизменной задача ведомства Это повышение скорости и качества оказываемых услуг Комфортность их получения О том, как ведется работа сейчас и как это начиналось Рассказал Альбини Ламковой Гость студии телеканала «Россия-24» Директор республиканского МФЦ Султан Иркенов Интервью смотрите далее А наш выпуск завершен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому